коллеги всем привет все чаще заказчики требуют твердотельную модель для объектов генеральных планов автомобильных дорог других направлений и соответственно нам необходимы инструменты которые нам будут в этом помогать последнее время и в чате и на вебинарах и в разных социальных сетях ребята рассказывают про разные инструменты который помогает информировать как си или так привити я покажу вам как можно создать такой же инструмент потратив на это не больше десяти минут а сегодня мы с вами вместе создадим вот такой скрипт который по выборной поверхности и указанным толщинным слоем будет формировать набор 3d тел для обозначения нашего пирога покрытия для того чтобы нам создать соль для нам потребуется открыть динамо и создать новый скрипт скрипте нам потребуется пакет который называется сил 3d toolkit и вдруг если у вас его нет то вы можете его скачать забив поиски как видим у нас версия обновлена 25 октября первая операция которую мне нужно сделать это получить мою поверхность и поверхность я могу получить разными способами но я воспользуюсь способом из пакета сил 3d toolkit по выбору элемента и сейчас есть одна поверхность которая присутствует чертежа я с ней буду работать для того чтобы получить солиды используется один нот который так и называть create солицы для того чтобы солиды получить необходимо в несколько портов подать исходную информацию если у нас включен режим экспериментальное по автозаполнению нодов то с помощью двойного клика по порту мы можем увидеть те ноды которые могут быть приселены автоматом двойной клик автозавершение мне нужен числовой слайдер как видим сразу нас подсоль там построился и здесь если взять минус 1 1 так временно отключу заполнение вот у меня имеется поверхность и допустим пусть будет на 05 как видим соль создается вверх если у нас значение отрицательно то соль создается вниз в принципе все понятно все просто но нам необходимо получить несколько солидов несколько слоев по конкретной поверхности в этом случае нам нужно понимать сколько количество слоев нам нужно и рассмотрим с вами один вариант для этого я буду запрашивать у пользователя чтобы он вводил нужное количество слов и пользователь должен будет описать толщину допустим пусть будет сначала 5 сантиметров потом 7 сантиметров 20 ну и пусть будет 040 принципе этого числа мне будет достаточно если я сразу подам стринка в нод то нод выдаст ошибку всегда обращайте внимание что здесь пишется и здесь мы увидим что но то ожидает team surface и получил team surface дальше он ожидает дабл а вместо дабл он получил тип данных стритом то есть он ждал вещественное число получил текст соответственно нам чтобы введен вот этот пользователем дальнейшем текст этот нод смог принять нам необходимо его превратить в число поэтому воспользуемся нодом по превращению текста значения в числовые но предварительно нам необходимо текст этот разделить данный текст мы будем делить по разделить который у нас здесь , в результате мы получили так ключу автоматическая в результате мы получили с вами список из текстов значений а теперь вот эти текстовые значения мы с вами преобразуем в число визуально для человека выглядит одинаково но для программы это разные типы данных и работает он с ними соответственно по разному подают число и смотрим да как видим у нас уже что-то построилось но данные здесь получились не совсем корректно то есть у нас все солиды построились вверх относительно нашей поверхности как видим да вот они у нас повторяются и нам эту ситуацию необходимо исправить во первых нам необходимо чтобы построение были вниз поэтому мы можем добавить здесь операцию по изменению этих чисел а а умножить на минус 1 теперь у нас солиды строятся вниз корректно но они не смещаются и каждый солид начинается именно от поверхности нам необходимо это поправить и поправим мы это с помощью перемещения полученных солидов двигая их в форму системы координат для этого у нас имеется мод на вкладке так от object и объект транспорт то есть мы выбираем наш эти солиды которые были получены вот и и будем их модифицировать модифицировать с помощью системы координат так и нам понадобится translate то есть перенос системы координат для этого нам необходимо подать исходную координатную систему направление и расстояние смещения исходная координатная система она у нас лежит в нуле то есть 0 поэтому мы можем взять координатную систему которая у нас есть по умолчанию направление нам двойным кликом и задам что нас направление необходимо задавать по оси z и расстояние расстояние у нас будет она меняться то есть она будет суммироваться вот эти значения здесь нам необходимо воспользоваться нодом который называется скан что он делает он проходит по списку и вот какие-то изменения в списке данном случае нам необходимо изменения нам необходимо сложить значение то есть мы сюда подаем функцию здесь у нас слоты остаются свободными подаем нужный список и число который у нас будет когда он с функция пустая начинаться с нуля опять поставлю автоматом и смотрите что у нас получается то есть у нас первый слой нам нужно сместить на ноль второй слой нам нужно сместить вот этот который толщину 0 7 на толщину первого слоя третий слой нам нужно сместить на сумму слоев 1 2 то есть на уже на 12 метров и так далее то есть мы суммарно проводим смещение объектов и полученный список мы подаем в дистанцию так теперь у нас система координат сдвинуты и подаем их в нот так смотрим что у нас с вами получается так давайте я временно еще раз отключу удалю солиды то что могли создаваться так вот у нас есть поверхность запускаем и что мы видим у нас есть один слой другой слой третий слой и первый слой в общем мы с вами построили поверхность вот таким нехитрым количеством но но мы каждый солид который у нас есть можем размещать на конкретном слою и для этого нам необходимо подать какое значение например это может быть string то есть текстовое значение мы здесь напишем слои слои 3d и и все наши объекты на скоростью будет пересоздать да то есть заново запуска и теперь тела размещается у нас на конкретном слое также мы можем внести модификатор то есть мы можем взять сложить значение имя допустим имя поверхности для этого использовать дизайн скриптом то есть не а как некая переменная из этой переменной извлечь имя данном случае наша поверхность она извлекается уже в виде текстового значения далее я хочу вписать толщину слоя допустим и слой здесь по некой такой конструкции а плюс b плюс c а она будет постоянно б нас выходит вы у нас будет тоже постоянно ценность будет переменной в результате мы с вами видим вот некую такую информацию видим что здесь необходимо добавить пробелы добавляем их либо можем нижний разделитель добавить и тем самым формируя некая правильно именование слоев подаем на слои опять свои необходимо пересоздать и теперь слои будут размещаться уже на нужной на нужном слое в принципе все в результате за 10 минут мы с вами создали скрипт который по выбранной поверхности по введенным значениям будет формировать 3d тела и соответствующим образом их смещать формируя правильный пирог покрытия тела будут размещаться ну либо указанный слой то есть мы можем какой-то фиксируем поставить либо ввести какую-то модификацию чтобы имя слой для каждого типа элемента для каждого слоя у нас было отдельно для того чтобы с этим скриптом можно было работать также через плеер мы можем дополнительно ввести указать ноды который нас будет являться вводом и здесь указать это то имя которым будем увидеть выберите поверхность видите площади слоев можно писать через запятую можно не писать то есть все в принципе вот у нас есть информация они являются вводом и эта информация будет достаточно для того чтобы этот скрипт у нас заработал так скрипт сохраню назову вот так давление тел по поверхности 2 теперь полученные соль да я отсюда удалю запущу проигрыватель и созданный скрипт уже использую для того чтобы сформировать тела как видим да те ноды которые я подготовил на не так и написаны и здесь уже вводя какие-то значения они будут у меня соответствующим образом отрабатываться ведь поменял первое значение на 5 и соль это у меня получился большего размера то есть принципе все работает а мы еще можем с вами поэкспериментировать взять переменует поверхность как видим у нас но читает поверхность без проблем а при этом толщины слоев обнуляется и мы с вами получаем рабочий в следующем видео расскажу как можно более углубленно работать с информацией с наборами характеристик как вносить туда данные по созданным элементам либо используя формульные характеристики либо также используя скрипт и информацию из неких справочников видит информационных таблиц на этом все если видео было вам полезно обязательно поделитесь им и со своими коллегами ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео и всем удачи